Итак, дорогие друзья, перед нами разнообразие соусов, которые мы взяли только в одном единственном месте. И раньше ведь как было? Покупаешь ты чипсы, покупаешь какой-нибудь бургер, покупаешь какие-нибудь сырные палочки, луковые кольца или что-то такое, и у тебя на выбор там два соуса, допустим. Ну, когда такое было? Давно. Давно, давно. До перестройки еще. Да, действительно. И вот сейчас этих соусов становится все больше и больше с каждым днем. Все эти соусы сейчас представлены... Спасибо, спасибо товарищу Корбачеву. Представлены у нас здесь. И сейчас мы с Антоном постараемся проверить свои вкусовые рецепторы. Да, действительно, Роман у нас будет лучшим ведущим таких конкурсов сегодня. Роман, ты же знаком с анатомией человека? Как правильно называются вот эти вот... Вкусовые сосочки. Сосочки, да, их тысячи в языке находятся. Миллионы. Миллионы, да, вкусовых сосочков. Сейчас проверим, какие два не работают у Антона из миллионов. Будем проверять. Антон, да, закрывай глаза. Сейчас я тебе перечислю название этих соусов. Ты постарайся запомнить. И вот пробуя, макая картошечку в один из соусов, ты будешь говорить его название. Возьми картошечку. Вот так. Это... Так, во-первых, это точно картошечка? Да, да, не сомневаюсь. Я пробую, Антон, чтобы тебе было безопасно и комфортно. Очень вкусные чипсы. Итак, соус сальса, карри, терияки, горчичный... Томатный. Томатный, сырный, кисло-сладкий, барбекю и чесночный. Итак, пожалуйста, давай начнем вот с этого. Знаешь, в чем есть нюанс? Я всегда обычно, как правило, покупаю только один соус. Все, да, ну типа мак... Возможно, именно этот соус ты покупаешь, Антон, потому что это... Все, можно пробовать. Роман, ты же мой родственник, пожалуйста. Он точно в соус макнул. Да, точно в соус. Никак, не главное, на рубашку. Соус. Можно, кстати, параллельно оценить качество и вкус этих чипсов в картофелях, потому что они очень вкусные. Хочется даже и без соуса их кушать. Про них расскажем чуть попозже. Но это что-то кисло-сладкое. Сладенький... Браво, стоп, стоп, не продолжай. Дальше это кисло-сладкий соус. Ух ты, что, я угадал? Да, да, действительно. Давайте перейдем к следующему. Давай поинтереснее, вот это вот интересно. Хотя многие тоже любят этот вкус. Все. Возможно, Антон сейчас сразу и угадает. Так. Такое смешное название у этого соуса немножко. Такое смешное название. Сырный соус. Это я точно, вот это мне нравится, да, но я его обычно не кушаю, когда покупаю вот чипсики. Он говорит и судорожно вспоминает название. Терияки. Терияки. Как ты понял, ты видишь, что я, честно, это мне нравится такой вкус. Давай. Азиатская кухня. Остальное все, на самом деле, все очень просто. Осталось. Хорошо. Все, все. Давай. Достаточно. Точно. Достаточно. Представь, что ты в Америке на лужайке. Почти. И там происходит именно то, что дало название этому соусу. Ну, Роман, ты мне подсказал. Но я без твоей подсказки подождел. Конечно. Соус барбекю. Что это сырный соус. А как барбекю? Барбекю? Это барбекю? Да, это барбекю. Ну, и, пожалуй, мы сейчас проверим Антона в последний раз. Сложненькое мне что-нибудь. Ну, вот очень сложное, Антон. Все. Тишина, Роман. Спасибо большое. Я никому не подсказываю. Ты очень хороший, действительно, ведущий таких конкурсов. Я всегда болею за участника. Тем более, что Антон читал Шантарам. Ну, мне кажется, это кариев. Ты на вкус определил бы. Так, давайте, Антон, 4 из 4, меняйтесь шапочками. Ты деньги на меня поставил, что ли? Ну, ладно, давай. Чипсы очень вкусные. Чипсы, да. Давай. Давай. Итак. Антон, бери в руки. И правда ничего не езжу. Необходимый чипс. А вы не хотите поменять мне соусы местами? Я же запомнил, где какие. Подожди, так. Антон же будет твою руку направлять. Вставай. Ну что, поехали. Антон, бери его за руку и веди по лабиринту разнообразных соусов. Вот такой вот соус. Так, сразу, неожиданно. Подожди, давай намажем хорошенько, чтобы густенько было. Не накапай. Это самое вот прям тяжелое. Есть варианты? Есть варианты. Кого ты теперь не боишься? Это горчичный соус. Подожди, подожди. Есть варианты? Есть вариант. Тебе, возможно, сегодня не придется же ни с кем целоваться. Не торопись с ответом. Это соус 15 февраля все едят. Это соус? 14 его не ест никто. Это соус, который очень хорошо есть, когда ты болеешь гриппом. Гриппом когда-то. Он голодный просто на самом деле. Очень похоже на горчичный соус, потому что ингредиенты те же, но главный ингредиент немного не такой, да? Подожди, я вот сейчас попробую даже тот соус. Ну, на. Соус, который нужно кушать, когда ты болеешь гриппом. Чесночный соус. Браво. 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 Но ты угадал бы чесночный соус? Конечно. Если бы я его и угадал. Я хотел горчичным вас в заблуждение ввести. Да, да, все понятно. Продолжай вводить нас в заблуждение. Вот этот предлагаю попробовать. Я, что самое интересное, Роман, я потратил одну картофелину на четыре соуса. Ну, ты завтракал, видимо, просто. Так. Это классика, Антон. Томатный соус. Браво, браво. Вот себе, браво, браво. Самый томатный. А давайте вот сюда попробуем обмакнуть руку этого прекрасного человека. Я думал, на подсказку Романа, это классика, Антон скажет Пушкин. Ну, да, ну, нет. Он сказал томатный соус. Соус Пушкин. Так. Вот так вот. Аккуратненько. Не капни. Не капни, да. Да-да. То, что ты любишь. Горчичный соус. Хотел бы макнуть в этот соус холодец. Нет. Он такой сладкий. И так, последнее. Мне для холодца не очень подходит. Вот сюда предлагаю. Давай. Ай-яй-яй. Арива, арива. Так, 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 Антон. Интересно. Готово. Прям сейчас ты, знаешь, такой социальный танец танцуешь с этой чипсиной. И это... Вот он. Сладкий. С остротой немножко. Вкус, который принесет тебе поражение в нашей игре. Вкус, который приносит мне поражение. Соус сальса. Браво. Ну, станцуй сальса, давай. Тогда уже. Ну, ребят. Это кусочек сальсы. Я думаю, что это говорит о том, что вкусы этих соусов, они действительно невероятно натуральные, насыщенные. Легко можно угадать даже с закрытыми глазами. Мне кажется, что это говорит о том, что Роман не зря проработал несколько месяцев консультантом в ресторане. Да? Потому что ты великолепно подсказываешь, какой соус... Я просто очень люблю рестораны в нашем городе, где эти соусы можно легко пробовать. И вот эти новые чипсы, которые там появились, тоже очень вкусные. Всем рекомендую. Ну, и, кстати, появились они действительно в ресторанах сети Big Yorker. Это очень крутая новинка. В них только картошка и соль в этих чипсах. То есть, что подтверждается на вкус. Хрустят как домашние, поэтому рекомендуем всем попробовать. А мы это делаем прямо сейчас вот с одним из соусов. Но я, смотрите, все-таки для меня классика это сырный. Я всегда сырный беру. Я тоже всегда сырный беру. А еще тириаки, барбекю и кисло-сладкий.